всем привет мы сегодня дома никуда не пошли на улицу да милаш потому что там мороз минус 20 и мы целый день сидим дома с девчонками лика в школу пришла сложила ты ну-ка разбирай и показывай заново вот так вот так вот так милана быстро 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 а так ну-ка молодец не перевернуть да надо надо не торопись не торопись вот вот молодец получилось да и этот мячик на мячик у нас такой мягенький да такое да можно спать да и куля наше видео монтирует и микка тоже говорит привет привет мика привет ты тоже дома да на улице так холодно и вчера фикс прайсе мы купили несколько вещей сейчас я вам их покажу да да сейчас я вам их покажу а мишка и мика сидят поиграй милашка с ними мячик а я пойду пока покажу что мы купили вчера с ликуле фикс прайсе и так первую вещь которую мы приобрели фикс прайсе это вот такой вот сепаратор для яиц у нас такой вещи еще в доме не было я как правило по старинке отделяла желток от белка то есть разбивала яйцо ножом и с помощью скорлупы отделяла вот увидела эту вещь и мне показалось она очень как бы нужной вот такого мятного цвета мы взяли там еще были фиолетового и оранжевого цвета нам такой цвет очень подходит под кухню и вообще он такой нежный на мой взгляд мятный приятный цвет значит как им пользоваться ну тут особо без хитрости то есть разбиваем сюда вот в серединку в яйцо здесь вот у нас остается желточек вот как видно на картинке а белок у нас сквозь вот эти вот отверстия стекают в посуду вот здесь такой миленький смайлик нам улыбается значит в принципе и думаю такая вещь очень нам будет необходимым печь мы любим часто делаем бисквиты поэтому желтки от белков частенько отделяем думаю она нам очень в доме будет необходимо стоит она 16 рублей я всегда говорила что цену фикс прайсе очень скачут то есть там от 12 рублей можно найти товар и до 99 рублей поэтому вот такая вещь значит стоит 16 рублей фикс прайсе следующая вещь которую мы купили это вот такая вот игрушка прикол с лизуном а значит она миланка нас уже порвала коробочку значит были вот такие вот смешные смайлики вот такой вот хмурый смайлик вот такой и в очках но у нас кстати немножко другой здесь такого нету смайлика сейчас я вам покажу там была коробочка пакетик такой с лизуном внутри лизун желтый мы его уже залили туда внутрь вот как видите он немножко отличается от тех лизунов которые на картинке на коробке показаны вот здесь внутри вот там вот есть желтенький лизунчик на него надавливаешь у него вот так вот из носика вытекает он вот так такой прикольный лизун сопливый девчонкам он очень понравился он очень миленький мягенький такой веселенький смайлик вот очень забавный стоит он 50 рублей честно говоря таких игрушек я еще фикс прайсе не видела нам он показался очень-очень забавным сильно на него лучше не надавливать потому что младшенькая наша надавила на на него и у него этот лизун выскочил на пол мы еле его собрали потому что он очень не честно сказать этот лизун слишком жидкий не такой как вот обычный лизун и он очень тяжело собирается если вот его вылить и такая классная забавная игрушка я бы его назвала даже каким-то антистрессе ком такой мягенький классненький ой вот видите вот о засуну обратно такой вот забавный смайлик мы приобрели в магазине фикс прайс коробочку я уберу не нужно так следующее что мы купили вот такие вот варки венские мысли к уже как-то покупали пробовали нам понравились они но мы правда брали их с клубничной начинка а это со взбитыми сливками как видим здесь вот написано что они на они без пальмового масла что очень важно потому что как все знают пальмам пальмовое масло очень вредно вот в упаковке здесь четыре штучки они очень мягенькие даже вот так вот нажимаем очень-очень мягкие стоят значит они 24 рубля этого пачка вафель вот очень вкусненькие как обычные вот такого плана вафли и причем в одной упаковке там две штучки в основном есть конечно упаковки по четыре штуки но в основном продаются но на папа нам попадались на глаза в упаковке две штучки стоят они 40 рублей аналогичные вафельки вот и мне кажется вот эти вафли они даже более мягкие чем вот в магазине по моему фирма там я уже точно не помню знаешь точно что есть оладушкин по моему фирма еще какая-то вот такие венские вафли вот а вот эти вот из фикс прайса нам очень нравится очень мягенькие вкусненькие здесь четыре штучки так потом мы купили вот такое вот печенье оле это аналогичное печенье орео орео мы очень любим такое печенье мы не пробовали еще здесь 12 штучек в упаковке я конечно думаю что она будет немножко попроще похуже чем орео ну не знал мы взяли чтобы сравнить какое же печенье вкуснее будет орео или вот коле многие кто пробовал говорят что вот это печенье даже вкуснее чем орео ну не знаю попробуем проверим не скажем что же на наш взгляд вкуснее кто пробовал и кому больше нравится оле или арию пишите нам в комментариях будет очень интересно ваше мнение так и также мы еще купили вот такой вот бумагу такую вот бумагу для упаковки подарков он сейчас он подсвечивает так вот вот отсвечивается вот такая вот она нежно наверно чтоб не отсвечу вот так она нежно-розового цвета здесь написано i love you вот такие вот сердечки здесь очень такая нежная красивая бумага нарифленая здесь в упаковке 6 штук размер 50 на 70 сейчас мы откроем и посмотрим мы честно говоря слишком долго думали брать не брать там еще было голубого цвета такая бумага и ярко-розового голубого цвета точно такая же была с надписями сердечком а ярко-розового цвета там просто были прям такие как красные такие бортовые сердечки мысли к долго думали удобно ли будет запаковывать подарки вот такой рифленой бумагой сейчас я достану вам покажу достаточно плотная бумага я думаю очень удобно нам будет в использовании так сейчас мы откроем ее и посмотрим и посмотрим размер вот она размера принципе достаточно такая большая бумага спокойно можно запаковать красиво подарок какую-нибудь такую немаленькую коробочку и она очень легко складывается так что в принципе в использовании я думаю она будет даже очень и удобно очень она оригинальная такая рифленая честно говоря еще такую не видела бумагу в основном лежатая такая есть как будто помятая бумага или гладкая это такая рифленая очень оригинальная красивой нежной расцветки вот так что вот вот такую бумагу мы приобрели там уже очень мало оставалось штучек там оставалось по моему два две упаковки голубого цвета мы вот такую нежно-розовую последнюю забрали и оставались две или три упаковочки ярко-розового цвета вот кому интересно приобретайте я как бы довольна эта бумагой вот единственная горит цвет нам все очень понравилось то что она оригинальная единственное мы сомневались удобно ли будет она в использовании сейчас я открыла посмотрела на самом деле очень даже и удобно будет и такая бумага значит стоит 50 рублей кстати это очень на мой взгляд недорого так как в упаковке здесь 6 штук и размер достаточно большой 50 на 70 вот ну вот в общем в принципе и все вот такие вот мы небольшие покупки сделали фикс прайсе еще слегка хотим пойти нам сказали что еще должно быть поступление скоро вот так что мы обязательно туда еще зайдем в этот магазин и конечно же еще приобретем какие-нибудь интересные вещи а че ты делаешь английский что ли? нет а че? рисоваю темы прошлого урока кому? Юля? понятно че вам уроков много задали? сегодня будем снимать видео? не знаю посмотрим а? не знаю посмотрим вообще задали английский мы говорим тихо потому что она с Милана спит нет алика я как бы только из школы пришла покушала и сейчас вот полчаса ну покушала я же говорю да и вот сейчас за уроки селась усела сделать их задали алгебра русские наше алгебра русские литература и геометрия получается алгебра русские литература и геометрия и завтра физкультуры уже нету а остальные уроки все убрать потому что там будет совещание залочек каких-то и мы заканчиваем в два в два часа забирать? да ну уроки возьми все письменно да? учить ничего такого не надо устно все письменно да? угу ну понятно ну я думаю ты его сейчас как раз сделаешь милана проснется и мы если успеешь уроки хотя бы больше половины сделай то снимем видео а? а монтировать когда сделаешь? если не успеешь сделать уроки значит завтра будешь монтировать понятно в начале уроки сделать потом будем монтировать у нас сегодня наконец-таки чуть-чуть потеплело да? лик по сравнению с вчерашним днем угу вчера вообще холодырюка была сегодня тоже холодно ну в общем два дня да два дня вообще у нас какой-то колотун просто у кого какая погода пишите нам в комментариях знаю что в Сочи у нас там бабушка живет у них плюс 13 тепла представляешь лик? ну кажется когда она отсюда уезжала было так же два ну да сегодня я просто по телевизору смотрела прогноз погоды и там в Сочи показывают плюс 13 солнышко вообще классно честно говоря уже так соскучилась по солнышку хочется знаешь вот чтобы было солнышко тепло пойти погулять минимум верхней одежды максимум солнца ребята хотим сказать вам всем уже спокойной ночи мы наконец-таки укладываемся спать лика наша спит уже давным-давно а милана наша никак не уложится все прыгает все скачет никак не хочет ложиться спать завтра нам в садик вставать рано а милана никак не спит в общем всем спокойной ночи и всем пока-пока всем до завтра аппорт plot mining т